Изначально, поскольку Кор Нага Сирена используется, как мы и сказали ранее, такой команды, как Альянс, которая не представлена на этом турнире. Ну, именно они ее используют очень часто. И Эмбер Спирита забирают все-таки Ньюби. Я думал о том, что можно забрать Эмбер Спирита конкретно против Наги, но все-таки здесь берут Эмбер Спирита... Нага все же саппорт, да. Тут, кстати, вот такое интересное. Мне очень любопытно посмотреть, как Эмбер Спирит будет стоять против Queen of Pain. Да, Пурман Шилл теперь подешевле стал, можно чуть больше себе купить мид, но ему нужен какой-то буст. Я не знаю, мне кажется, опять сейчас проиграет мидер команды Ньюби. Как и на предыдущей карте. Да, на предыдущей карте мы не сказали о том, что мы долго рассуждали о, скажем, противостоянии Bloodseeker и Queen of Pain в миде, что если ты неаккуратно на себя повесишь Bloodrage, что квапа может тебе напихать, и потом ты, накоцавшись очень сильно, крипам просто не подойдешь, потому что ты будешь снова подходить под Bloodrage, чтобы добить крипа и подлечиться, а квапа тебе вольет урон, и ты погибнешь. Но мы совершенно не рассказали о том, что Bloodseeker получил очень много, то есть он там фраг сделал на топе со своей командой, он получил руну и закупился сразу же, там у него Пурман Шилл, был топорик, и типа он там настолько больше имел в самом начале, что у му, как у нас все-таки, ну тут спорно, это на самом деле момент, поэтому я, наверное, не буду с ним пока как-то спорить. Мы к нему не вернемся, мы к нему не вернемся, я уточню сегодня у наших товарищей, которые... Англоязычных еще товарищей, да. Нет, ну тут даже вопрос не в том, англоязычное произношение или нет, все-таки товарищ у нас из азиатской страны, да, и там у них может быть свое произношение. Они по соседству, друг, давай зайдем в кабинку, спросим. Ага, в этом смысле. Да. Ну да ладно. Ну что ж, думаю, что можно быстренько представить команды. ФНГ на Дазли, Лидан на Антимаги, Гот на Квинов Пейн, Фобос на Тускаре и Лил на Наги Сирене. Команда Ниби, Банана на Дизраб, 3 Рэббит на Герокоп, 3 Джу на Дарксире, Саншэнк на Шейкере, Мьют на Эмбер Спирити. И в итоге гонг прозвучал, и по рунам мы видим вот какую ситуацию. Если Эмбер заберет ее в топе, а на боте заберет ее, скорее всего, Гот. Да, да. Ну, в общем-то, мидеры оказались в равных условиях, что у одного игрока Баунтируна, что у другого игрока Баунтируна. Му прокачал фисты. Знаешь, почему прокачал фисты? Чтобы уворачиваться от Шэдоу Страйка. Хлоп-хлоп, но не увернулся. Не получилось. Да, есть такая тема, но это нужно реально попадать на этом Эмбер Спирити. И вот, как я и говорил изначально, что если Му никто здесь не поможет, то он очень сильно проиграет эту линию. Тут Лил, к тому же, выходит у нас с тапком между вышками, грубо говоря, будет ждать Курьера. Он милишник, то есть ему чуть тяжелее убивать Курьера, нежели чем какой-нибудь Винтер Виверни там или еще какому-то персонажу, который часто это делает. Ну, Баунтихантер просто с инвизой, да, поэтому ему в этом моменте проще, как милишнику. А вот Нагой Сирены можно забрать Курьера вот в такой ситуации только если у тебя есть тапок. И другим каким-нибудь милишником тоже, только если у тебя есть тапок. Так, Лил, если что, погоняет Эмбера. Почему бы и нет, раз уж тут он так недалеко. Крипстат можно так подпортить ему нехиленько, пока год там будет доминировать. Ну, а если говорить про лейнинг, да, и все остальное, завести беседу, то у ДК Фобоса, в принципе, весьма хотят, да, чуть еще погоняли Эмбера. У ДК Фобоса, если уж брать Virtus.pro миссия достаточно простая, получить как можно больше XP, и пока что у него более-менее все неплохо, но есть проблемы с саппортами у Ньюби, они уж очень жестко могут его загангать, и на этой у них, в принципе, ну, у них есть диздраптор, там большая рейнджа будет, Глимс там, допустим, уже второй будет, и не так уж и плохо в миде все продолжается гнобление этого Эмбера. Мне прям жалко его становится, реально жалко. Учитывая то, что Нага Сирена частенько гуляет в миде, гуляла, точнее, на протяжении последней минуты, Дарк Сир может себе позволить многое, то есть он постоянно спамит и оншелами, подходит крипам, фармит, мешает интимагу. Когда Нага Сирена придет на бот, Дарк Сир уже, ну, будет там более-менее, наверное, серьезным лауном, хотя у него сейчас почти третий. Но это нормально, это нормально, даже неплохо, я бы даже так сказал. Эмбер Спирит тащит себе фласочку, у него пока что два крипа всего лишь, у Года уже 14-17 динайна, то есть он его будет обгонять. Вот вроде бы удалось ему заивейдить Шэдоу Страйк, фистами подходит, банана в миде, вешает Зандер Страйк. Вот так нужно было делать изначально, потому что когда Эмбер Спирит выходит один на один с Квин оф Пейн, он априори ей проигрывает. Поэтому нужно какого-то саппорта иметь, который подойдет, скинет нюхи. А сейчас-то уже Боттл у Года имеется, и он отпевается, восполняет себе и Ману, которую он потратил на Шэдоу Страйк, и ХП, который сейчас ему отбавил просто Дизраптор. Так что это уже сейчас смотрится не так полезно, как до этого могло быть. Ну, в любом случае, это какие-то крипы для Эмбера, он доберет, наконец-таки, себе свой Боттл, принесет его себе, Кура уже будет тапнутая, возможно, даже забузит сразу же, хотя у него тут ХП полный, обузит, наверное, нет особого смысла. Банана продолжает тусоваться в миде, заюзав на себя Кларити, ну, и было у него желание скинуть в Года очередной Зандерстрайк, чтобы как-то его отзонить от крипов. Адарксир отправляется в лес, не стал стоять на линии и продолжать, решил не продолжать харассить антимага, а все-таки получать фарм самому, потому что Элидан, он там с фласочкой, сейчас себе колечко купит, и его уже, ну, не так будет просто взять. Этими постоянными оншелами, кстати говоря, с чем там, Элидан грозился снять эти, кстати, башеры, он говорил, что мне не нравится анимация атаки, я пропускаю крипов или что-то в этом духе. Грозился, буду играть на антимаге, одену манту, но, видимо, решил, что не хочет, что нормально ему будет с этими башерами. Лила, кстати, заперли, он проедает два дерева и спасается. Так, диздрака за руну, можно уже официально назвать дракой, потому что, скорее всего, в ней кто-то умрет, и умирает в ней дизраптор. Руну, к тому же, еще и забирает Квину Фейн, по-моему, да, Боттл-то пополнил он и на боте руну. Пока что там видим, что ее вроде как забирал Эмпер, по-моему. А, нет, ее забрал Даззл, он с Фингем, он с дабл-дамажем идет щеметь на линии Джуна, которого и так здесь Иллидан под вышкой держит. В принципе, под вышкой находясь Джуны должен радоваться этому. Фингем, вкачал в поиск тач, немного нехарактерный скилл на Даззле, то есть, потом об этом расскажем. Партийца Бананов Мид подбирает панку, заполняет ее, обтирает тиммейта и сейчас ему обратно... Ну, он его, как, обтереть-то обтер, только там Shadow Strike был, и он, по сути, не получил ни хп не маны, а заряд в Боттле потратился. Это нехорошо. Если бы он на халяву его обмазал, то чуть пораньше бы подобрал Боттл, пораньше бы заюзал, пораньше бы дополнился. Тогда это было бы ничего страшного, а так это неприятный момент. Так вот, Даззл сейчас, ну, редко может себе позволить подобным образом раскачиваться, потому что ему нужно иметь Грейв высокого левела, чтобы он был с хорошим рэджом. И, конечно же, Shadow Wave нужно качать. Но здесь он все-таки качает поиск тач для того, чтобы хоть как-то зонить Дарк Сира, судя по всему. Да и вообще, Даззл в какое-то время, когда Эмбер Спирит был действительно очень опасным героем и сильным в мизе, да, за счет жестких хвистов, его еще брали вот прям от одной игры к другой. Даззл считался персонажем, который его контрит. Вот, и контрил он его как раз-таки за счет поиск тача. Возможно, здесь в НГ с разрядом на то, что он этот поиск тач будет реально прокачивать прям серьезно. То есть не будет максить Shadow Wave, будет прокачивать первый стил, да, чтобы контрить. Да, и, соответственно, с этим поиском тачем он, по сути, вообще должен что-то делать. Заходить, либо зонить, либо что-то еще. Сейчас посмотрим, кстати, как мне это получится. Левел 6, Миди Эмбер Спирит уже. Лил сюда подошел временно, пока получает экспу. Там же мы видим еще и ДК Фабоса. Четвертый левел сместился он сюда. Год пока что. Вот у нас шестой, вскоре будет даже седьмым. Ну, отметим уже, что там по стадии лейнинга у нас Олидан имеет максимум. Ревит, в принципе, имеет столько же, потому что на линии ему также никто не мешал. Квин и Пейн, Миди, 34 крипа против 17 крипов у Мю. И еще, добавок, там что-то имеет Джун у себя в хард-линии, потому что он свободно себя там чувствует, потому что Нага частенько загуливала и тоже помогала местами, а также и сидела в лесу. Ну и ФНГ. Особо тоже не зонил как-то Дарксира. Ну вот сейчас разве что вот видим, что получается не то, что его позонить. Я бы даже сказал убить его. Почти получалось. Ботал великолепно сработало. Все Ревит пришел с Куданом. Соник Вейв год слишком поздно дал. В итоге все живы. Соник Вейв особо, ну как, надамажил. Умер только сейчас без Равтора. Вот уже потеряли Квинов Пейн, теряют Нагу. И еще потеряют ФНГ. Но ФНГ вешает из себя крест Илитан. Сейчас будет Фиссура. Да, и будет ли Фиссура? Нет, а Фиссура бы дальше. Может Валидан, может попасть в Валидан. Да, он его видит. Он кладет Фиссуру, если дать тычку. И вторую. Нет, нет, не смог. Ему не хватило манны на тотем. Да. Обидно получилось. Саншенк, он вполне ударит тотемом. Если бы очень попадал. Толги один, три, драка. Антимакуму дал. Антимакуму дал тычку, кстати. И из-за этого ему не хватило манны на тотем, судя по всему. Такая ситуация. В итоге 1100 XP получает Ньюби и 1000 золота. И счет 2-3. Вот один в три в драка вышло. Вовремя перетянулись с Ньюби, что можно сказать. Опять же отметить и гирокоптер, что здесь не, знаешь, не застрял на топе, где, мол, уйдите от меня, я фармлю. А спустился сюда, я получил килы и ассисты, и опять же деньги. И он уже занимает первую позицию по Натворсу. В общем-то, неудивительно. Лидан ломает варды Квирин Блэйдом, и против него уже стоит не жалкий Дарксиришка, который там с низким левелом и оншелов пытается Лидана прохарасить. А здесь уже гирокоптер, который, как ты сказал, первую позицию по Натворсу занимает. У него хорошие артефакты, у него высокий левел, он способен действительно антимагу мешать, фармить очень сильно. На топ передислоцировался Банана, пока что он там один, возможно, и Дарксир, кстати, к нему нет. Дарксир пока что на боте, у Дарксира рецепт Сулеринга и в банке реген. Не знаю, чего тут хотят сделать Ньюби, возможно, пропушить, а возможно и просто как-то стоять и фармить здесь. Радует одно, ну, именно команду Ньюби, это то, что Эмберспирит, он вроде какое-то время в миде фармил, пока год там бегал на боте, пока он там умирал. В этот момент Му добивал критчиков и получал свою экспо. Он сравнялся с Квопой? Ну, по левелу сравнялся, а по золоту он даже больше, чем на тысячу отстает от нее по-прежнему. Так что даже вот этот вот выход от Queen of Pain на бот, который закончился смертью для года, он не позволил Эмберспириту обогнать. Муражеского мидера. Настолько сильно Готово обыграл. Что, в общем-то, естественно. Какие-то драмчики, походу, будет Му собирать. Да, да. Тем временем на Банана, возможно, нападение Лилы здесь сетка рядом находится, плюс Гот, врывается со скрипом, Глиус этого брата, он успел дать все, Соник Вейп, вы еще обратно, мол, отглимсовал, мол, Эдик, ты еще и по фарме на линии, что он там и делает в лесу пока что. 3-3 в итоге счет небольшой такой. Фраг получила команда Virtus.pro, немного денег за него тоже, 241 голда получил за нее Queen of Pain, он же Гот. И вот момент по рунам. Queen of Pain забирает руну, очень вовремя Гот туда сумел переместиться, забрать руну, и в миде видим, как Рэббит вместе с Джуном, а также еще и на поддержке Саншенк, ребята забирают Тауэр, и, по-моему, за него даже никто бороться не собирается. Иллидан занят своими делами фарм, и того здесь оберегает ФНГ, на топе ребята также все-таки вроде бы здесь. Попытались сейчас что-либо сделать с вышкой, но сил не так-то много. Сколько раз мы видели Queen of Pain, которая покупает Оркит, когда ей не нужен контроль, и мы говорили, что намного целесообразнее начинать затариваться аганимом, потому что он всегда будет полезный, а Оркит не всегда. И единственная ситуация, когда нужно покупать Оркит на Квапе, это когда ты играешь против Шторма Спирита, Эмбера и подобных персонажей, чтобы их контролировать. Тем временем, кстати говоря, Му погибает, ему там дали Монавойт, у него не было вообще ремнантов, насколько я помню, он их себе потратил, чтобы попытаться убить вражеского саппорта. Пришел Геракоптер с Телепортом, Флэгкэноном пытается забрать хоть кого-то, Фобос в итоге погибает. Кстати говоря, достаточно много золота за него получил, целых 400. Неплохо. Так вот, это один из тех редких моментов, когда Оркит на Квапе нужен. Действительно нужен. И приятно видеть подтверждение своих слов в виде того, что делает Гот. Игрок, который на Квапе... Он очень жестко сможет щемить огромное количество героев на карте и убивает в соло. Да, то есть как бы очень многие думают, что Оркит на Квинов Пейн это артефакт, когда ты можешь, ну типа ты доминируешь сильно, ты можешь его купить. Но на самом-то деле Virtus.pro ни капли не доминирует в этом матче. Хоть и Мид выигран, но там у Рэббита очень много. У Антимага по сравнению с ним поменьше. Плюс Антимаг это персонаж, который еще очень долго не сможет вступить в драку. Ему нужно дофармить БФ, ему нужно дофармить Манту. Возможно даже Владмирс какой-то нужно дофармить. И только после этого как-то он будет способен там реально врываться и что-то делать. Ну или там под конец драки прийти и повесить Монавоид в Дарксира. Вот все его полномочия пока что. Агирокоптер способен делать полезные вещи здесь и сейчас. Получает шестой левел фактически. Хотя и до этого тоже магический прокаст. Будь здоров. Так что да, он это делает. И на вышку нападает команда Ньюбин. Забирая фактически осаждает они ее достаточно долго. И не было предпринятой команды Virtus.pro вообще никаких действий. Ибо им это просто сейчас уже не надо. Заняты своими делами, фармом заняты Иллидан. То же самое же заняты и остальные. ДК Фобос теперь дофармивает, отпушивает ту линию, где как раз таки спушили. И ФНГ бегает тоже получает Икспу какой-либо возможности, где он ее может получить. Нага Сирена занята тем же самым. И то же самое же и Queen of Pain. Год зафармил бот и уже еще на шаг приблизился к появлению Орхида. Он реально этим Орхидом контрит все и вся. Он затыкает, ну, затыкнуть даже Гирокоптер одного чего стоит, если ты на нее нападаешь. Это же вообще прям было бы великолепно. Эмбер Спирит тоже самое касается, да? Проблема в том, что Гирокоптер, он достаточно быстро приобретет себе Блэкинг Бар, даже учитывая то, что он начинает покупать Синжин Диаша. Да, то есть у Года будет очень маленькое окно временное, чтобы этого Гирокоптера действительно там прям контрить этим Орхидом. Если он нападет первый, даст ему Орхид, не даст ему раскастоваться, когда у него нету Блэкинг Бара. И то, даже если он в него повесит этот неприятный Низэм, там, кстати говоря, на Элидана нападение, юзается Эхо Слэм. Элидан погибает. Это важный фраг для Ньюби. Они отсрочили. Или Ниаза, погоди, там нету БФа. Нету еще БФа, 13-я, 14-я даже минута. Нету еще БФчка у Элидана. Ему нужно 1200 золота на Бродсворд, судя по всему. Учитывая то, что Курьер пустой, а в стэше у него пусто тоже. Фобос вместе с Годом. Интересно, кстати, Ньюби сейчас место для смока выбрали. Туда же подключается Эмбер Спирит. С дабл дэмэджем, прошу отметить, в банке. И на хосте временно. И на хосте, то есть это такой... Вигас Стайл нашел хосту, подобрал еще дабл дэмэдж. Ну, хоста у него уже закончилась. Ну, они переместились, никого в лесу не нашли. Ну... А ведь там мог кто-то оказаться, так что... Вот, спалил ФНГ. По-моему, контору, но и ФНГ тоже заметили здесь. Стандарт Страйк, Виссура, Чейнэй, до свидания. Услучше ФНГ, чем какой-либо кор-герой. Конечно, но все равно немножечко неприятно. Санчеллия же появляется у гирокоптера. ФНГ говорит своей команде, ребята, там пошли Ньюби вас убивать. Прямо так вот, как он и нарисовал. Поэтому быстренько добирают вышечку, ребята. Массовые блинки, массовые телепорты. Эмбер дает ремнант. И все-таки никого здесь он зацепить не смог. Интересно, что, кстати говоря, будет делать Мув в такой ситуации, когда против него будет играть Оркет. Манта или БКБшка? Или вообще Юл какой-нибудь? Не знаю. Есть эмбер спириты, которые покупают Юлы. Год добрал все-таки свой Оркет. За 15 минут он его сделал. Достойный результат вместе с ПТИ полным чеком. Я думаю, что команда Ньюби, скажем так, пока фармил год все это дело, не особо что-то прям продемонстрировала и не вырвалась вперед. Теперь еще и год будет активно участвовать во всей движухе своей команды. И сейчас уже имеют они некоторые преимущества. Нападение на Лила. Лил, ТП от. Все просто. У Лила еще появляется, наконец-таки, шестой левел и песнь Сирены. То есть он теперь будет способен спасать свою команду. То есть в таких моментах, при таких раскладах Нага Сирена является очень полезным героем, когда ты постоянно сплитуешь или тебе нужно... Ну вот представь ситуацию. Сплитуют антимаг, пятеро из Ньюби идут по миду. Антимаг ломает Т2 вышку, уже приближается к Т3. Ньюби делают два телепорта. Подходит Нага, дает Сон, сбивает эти телепорты. Иллидан портится обратно. И ребята берутся уже там, ну там, пять против троих, например, в такой ситуации. Действительно очень удобный герой, опциональный. Но Ньюби сейчас идут забирать Рошана. Они понимают, что... И тут бы... И тут бы, кстати, очень пригодился, хотелось бы отметить. Но, к сожалению, команда Virtus.pro не сумеет сейчас вовремя собраться. Ньюби уже заканчивает с Рошаном и вот-вот уже скоро выбьют Aegis. Я думаю, что команда Virtus.pro прекрасно отдает себе отчет в том, что происходит в данный момент на карте. И даже если бы они смогли бы туда пройти, максимум, что они бы позволили себе сделать, это заюзать Сон, забрать Aegis и просто разбежаться. Потому что драться там очень проблематично. Так, нападают на герокоптера, которого еще нет у БКБшки. Он должен погибнуть. Это минус Aegis. Неплохо вышло. Пошел Сон от Лила. И это телепорты. Но его глимсанули. Неприятно. Слушай, помогал Лил погиб. Ну, он пытается уйти, но все тщетно. И фиссуры даже его достали. Что нанесло. Очень много времени выиграл Лил в любом случае. Дополнительного урона. Да, он дал своей команде отойти. Но изначально, по-моему, Virtus.pro там находились немного с другой целью. Но могли и погибнуть. Так что, да. Они сделали все очень круто. Они сыграли действительно грамотно. Они, во-первых, выбили Aegis у герокоптера моментально. Чем самым отбивают желание у Ньюби. Типа, у нас же есть Aegis. Пойдем подеремся. И плюс к тому же они заставили сделать телепорты на топ. Выиграли время для Иллидана. Иллидан уже с БФчиком. Он фармит. То есть так и нужно делать. Могло не произойти такого момента, где бы они могли выбить этот Aegis. Да, действительно. То есть если бы Ньюби пошли бодаться просто по миду на Т2, то я думаю, что... У Virtus.pro просто, знаешь, была бы возможность 6 минут где-то что-то делать и не вступать в контакт с соперником. Ну, пришлось бы отдавать вышки. Пришлось бы вышки либо отдавать, либо что-то еще как-то драки бы и выедить приходилось. Но сейчас, опять же, остаются команды на равных. И несмотря на то, что Aegis вроде бы забрали Ньюби, так вот спокойно они отдали соперникам. Ну, пока я смотрю, Рэббит все еще фармит от вышки за динайл. 1800 монет купил, естественно, что он, конечно же, Огрклаб, что он еще мог купить. И уже везет его к себе. БКБш к Снэкстайдам у него готовится. Шейкер, кстати, весьма хорошее приобретение. На 19-й минуте матча Саншенк получает Блинкдаггер. Было бы еще лучше получить хотя бы 11-й левел в ближайшем будущем. Ну и, конечно же, еще тут, смотрю, по этому Мекку у Джуна уже была. Но она такая свеженькая, недавно он ее собрал. Ну и осталось только Эмберу пополнить свой запас чем-то интересным. Похоже, Иридан улетит в Ладмирс. Он будет еще сильнее фармить. То есть манту он пока что не собирается приобретать. Ну, думаю, манта не нужна как бы для эскейпа по-хорошему. То есть тут нету Сайланса какого-то, который... Который ему нужно сбрасывать с себя мантой. Поэтому можно действительно вторым артефактом купить Владмир. А это будет таким более боевым выходом. Потому что все-таки Владмир появляется несколько раньше, чем манту. Тут артефакт дешевле. Он дает много. Так, на годы нападения. Рядом его тиммейты находятся. Хотя нет, нет. Тут рядом находятся тиммейты Ньюби. Извиняюсь я. Ну, изначально там вообще ВПС все находились. Но как-то года не было возможности, что ли, уйти. То ли он решил сюда сходить. А Ньюби в это время собирались в миде. Я думал, что они вообще пойдут отметить блингдагер Шейкера. Каким-нибудь смоком внезапным. Внезапно. Ай-яй-яй. Как же неприятно. Рэббит находит стаки чужие и фармит их флэккэноном. Да, и вообще тут как-то уже без квапы сложно помешать ему будет. Он хорошо момент выбрал для этого. Ребята расправляют иллюзии, куда могут там по миду, вот по топу. Велидан тоже подобрал руну иллюзию. А он, кстати говоря, тоже чужие стаки нашел, посмотри. И походу пробежал мимо Джун, который был с дабл дэмэджем и его не заметил. Там у Иллидана 150 хп. Он просто скинул бы вакуум и дал бы ему кулачком в пузо. И это был бы враг. Представляешь, как это было бы смешно и, с другой стороны, неприятно для Иллидана. Смешно для нас, наверное, и неприятно для Иллидана. Но ему тут уж точно не смешно. В миде тем временем видим, как команда Ньюби налегает на Тир 2. Забирать сейчас его будут. И нападение внезапное на Эперспирита. Сверху ставится стенка, стяжка великолепная. Виртус Про разваливается на наших глазах. Еле-еле там что-то пытались сделать или-еле чуть шейкера. Но вот могли забрать. Это единственный, кто здесь был. Андроатак еще очень много урона получил антимаг. Дали его там... Если бы не дали ему возможность уйти. Да, подлечили, что только иначе Баурда могла бы доесть. И в итоге-то... Смотри-ка, глянем. Три в ноль. Прямо у порога наказали Виртус Про. Прямо у порога. Да, и припортился еще антимаг для того, чтобы подефать. Но, видимо, то, чтобы дефать тут уже особо нечего. Нет, чрезвычайно великолепно прямо и синициировали все Ньюби. И Виртус Про сами такого не ждали, наверное. Поэтому так все получилось. Если бы позначально... Даже не знаю, вообще смысл за этот Т2 было бороться. Вот только сейчас пошел слип. Но что сделаете вы? Ничего, они только тянут время. До появления КВП еще остается 4 секунды. Антимага там... Боже мой! Его уничтожили. Как и ФНГ тоже. Сюда же абсолютно. Эмпер все еще жив. ДК-фобус пытается выбраться. Чейна от Мю. И до свидания. Вот врывается, забирает дезераптора. Хочется сказать, ну хотя бы. Но малое утешение для команды Виртус Про. Они буквально за пару минут очень много себе испортили. Если мы взглянем на график, вы поймете, ребят, вот насколько и за сколько времени все изменилось для них. Уж точно год тоже в минус. Их что, с компьютеров выгнали? Или что? Я просто не знаю, как такое могло произойти. Как так можно? Не знаю. Вроде бы все нормально, но можно сказать, что сейчас они начали проигрывать игру и ее в какой-то степени уже проиграли буквально за считанные несколько минут. Ну в действительности все к этому шло, учитывая то, что команда Ньюби старалась как-то антимага напрягать. Они при этом перемещались грамотно по карте, все фармили, забрали Рошана. Не позволяли сопернику каких-то лишних действий, которые могли бы привести к тому, что там у антимага бы появились раньше артефакты или очень какой-то сильный сплитпуш. Ну, конечно, игра еще не окончена для команды Virtus.pro. Хоть они и проигрывают значительную часть золота и опыта, все-таки они могут еще попытаться что-то сделать. Антимагу надо сплитовать, очень сильно сплитовать, заставлять соперника постоянно отвлекаться. И на самом-то деле тут Элидана забрать не так просто. Просто у шейкера Дайгера, конечно, с этим это, наверное, самая такая большая проблема. Да даже не это самая большая проблема, еще и дизраптор есть, который может вернуть. Но, тем не менее, других опций у Элидана нет. Ему нужно сплитпушить изо всех сил. И при этом быть очень внимательным. Чтобы сплитпуш у него получался, команда Virtus.pro должна обеспечить его хорошим виженом. В первую очередь во вражеских лесах, чтобы понимать, когда соперник перетягивается на его ганг, когда они фармят в каких-то других местах, и Элидану можно остаться на линии и добивать крипов дальше. Без этого хороший сплитпуш не получится. И в этом как раз таки... Ну тут Virtus.pro в смолке пробегали, они тут могут быстро погибнуть, но они пытаются вырубить Dark Seer, очень быстро с ним разобрались сейчас. А ведь у него все было готово. У него все было готово, да. Правда, ну как сказать, все у него было готово. У него нету супер крутых тапок, вот этих вот, которые депапсы снимают, да. Он, кстати говоря, мог бы их приобрести. Ну он правильно сделал, что купил Блинка, это как бы намного важнее. А это оказалось ключевым... Ну нет, тогда он ворвался без Блинка даже, сейчас он его приобрел до той самой драки, где как раз таки получил преимущество Ньюби, он был без Блинка. Просто видишь, проблема в том, что в предыдущей драке команда Virtus.pro сама напала, то есть они заюзали шар тускара, влетели на кого-то там, все оказались близко друг к другу, там сыграл Джун, поставил забор поля и все, как бы никуда не деться. Минус квапа, минус там тускар, минус все. Ну вот, а теперь у него, ну вот манта появляется наконец-таки у Эмберспирита. Теперь ему этот оркид не страшен. И согласись, вот даже в такой ситуации покупка оркида, казалось бы, когда этот оркид действительно нужен против Эмберспирта, оно смотрится спорно. Мало что дало по факту, но здесь больше даже зависит от того, как могли бы играть с Артем Моркидом. Не то, чтобы здесь даже год, ну посмотри, ну вот. Поймали его, да, приятно. Поймали, и не первый раз хочу заметить, он третий, даже четвертый раз, он сейчас уже пятый раз умирает. Да, и что могу сказать. Эмберспирит, который совершенно никак не может стоять один на один, еще по ходу элитар. Да, погиб не здесь, чуть-чуть, 20 хп буквально оставалось в этот момент, Лилова здесь спасает, хотя ситуация была критическая. Ну, хотя бы Рэббита на БКБ развели. Да, теперь БКБ будет 9-секундное, нужно продолжать сплитпушить, год очень зря умер, ему в этой ситуации надо быть сейчас было бы в миде и толкать линию туда, хотя она там поломана, поэтому толкать ее было бы достаточно проблематично. Ну да ладно, ну да ладно, старается все-таки Виртус ПРО. Тускар у нас 11-го левела с дабл дэмэджем, вообще можно пройтись по айтемам, посмотреть появилось ли что-то новенькое. Новенького вроде бы как у Виртус ПРО ничего особо я не вижу, у Дизраптора готовится Аганим, у Герокоптера наверное Скади, я не знаю, у Ультимейтор, почему он еще нужен, наверное, ради Скади. У Дарксира Блинкдайгер, у Шейкера Блинкдайгер Фурстафф, у Эмбер Спирита Манта, то есть в общем-то все мы это видели, особо ничего нового не появилось. Ну что ж, как драться на хайграунде, что делать? Даже не знаю, подцепили года, работает Слейм Гвард, работает Ион Шилл, его просто забирают за фиссуру, он потратил свой блинк и, ну, судя по всему, там, да. И еще мы прицепили Лилла, да, он уходит. Вообще-то достаточно опасная комбинация, Дарксир плюс Эмберспирит, вот этих два щитка, которые, ну, там, очень больно жжет. Кастуется Мека, падает Т-3 вышка на боте, или там продолжается плитпушить, понимая то, что подраться здесь совершенно никак не получится. А я, я лишь напомню, что это уже вторая линия, которая теряет команда Virtus.pro. Уже вторая. Дарксир на низком старте ждет, когда же ему ворваться, используют ВИФ, ребята, из Virtus.pro, и Ньюби прям, прям, забоялись. Могут, могут оттянуть, они, возможно, даже могут оттянуть их, и там уже сыграть на развороте с этого за хайграунда, это же, это же известная фишка, ребята, ну зачем-то делать? Какой хороший шар, ты посмотри, он просто спас от фиссуры и спасает сейчас в области мэйтов от ульта Бананы, но все равно слишком много у Ньюби здесь, они разваливают. Они разваливают игроков команды Virtus.pro. Байбэк делает Фобос, ФНГ успел повесить на себя Грейв, здесь год юзает свои скиллы, попадает неплохой Соник Вейв на самом-то деле, уходит телепортом, говорим, Нантон, скорее всего остался. В это время Иллидан ломает линию на топе, посмотри, он, ну как ломает линию, он справился с этой привычкой пока что только, минус Дарксир, минус Гирокоптер. Сюда подходит Эмберспирит, он уже не даст ему ничего сделать, но Гирокоптер погиб на базе, чувак, он погиб, он сделал телепорт, походу его там зарезал Иллидан, Queen of Fenty временем добила Дизраптора, да, ну в Virtus.pro сыграли просто невероятно. Ну, отбились, отбились. Ну, как сказать, как сказать отбились, они выжили максимум из этой ситуации, это точно, то есть они поломали это тривышку, они поломали это двавышку, они не потеряли два барака, всего лишь один. У Иллидана появилась Манты, Гирокоптер погиб, Дарксир погиб, пришлось сделать парочку байбеков, смотрим, кто у нас байбек сделал, только Тускар, только Тускар сделал байбек, ну ладно, бог с ним. Главное то, что еще и год выжил, то есть у года там Гемчик и Огр Клапан, но он начинает делать БКБшку. Но Ньюби тоже не так простые, они, конечно, просто пытаюсь посмотреть, что случилось с Гирокоптером, потому что я навел на точку его респауна, ну в смысле на точку, где он погиб, он погиб на базе на своей, просто я хотел посмотреть, кто его убил, неужели там Иллидан на него напал, или просто Гирокоптер портил, сделал ТПУ там с низким количеством ХП, Иллидан его просто щеманул, я вот не обратил внимание, там слишком красочная была Драка Фобоса и ну вот этот вот шар, который на пальце говорят на Иллидана, он все прожал уже и погиб. А вот они, кстати, супертапки от Джуна, теперь ему Оркит не страшен. Ну, Аробит уже опять же подпушивает бот последняя, по сути, линия там, хотя нет, наверное, весь смысл только топ пушить команде Virtus.pro с этим бараком тоже бог с ним. Учитывая, что это оранжевый барак, он никуда не денется. Добьют его рано или поздно, а здесь у нас встреча двух команд, все-таки вроде более-менее Virtus.pro старается в Драку за Диджун, ставит стяжечку, год пока еще живет. Но он уже дал все, и Суник Вей будет только через две секунды. Может, немножечко Virtus.pro поторопились, но все равно они сделали хоть что-то в отсутствии антимага, что опять же было большим риском для них. Они идеально здесь играли, они забрали Дизраптора и, в общем-то, поражались он ноги и ушли. То есть все остались в живых. Но Ньюби тоже не теряют времени даром. Рэббит бежит на Рошана и вместе со своей командой сейчас будет пытаться этого Рошана забрать. Когда у него появится Аегис, я думаю, что Ньюби просто пойдут по топу и будут пытаться навязывать вот уже... Ну, это будет драка, от которой Virtus.pro не в силах будут отказаться. То есть им нужно будет принять ее. Вот вопрос, как ее принять? То есть заюзать Смоук и зайти в спину, или просто дефать хайграунд и как-то откидываться своими скиллами. Заюзать Соннаги и попытаться быстро вырубить какого-нибудь Дизраптора, у которого нету совершенно никакого эскейпа к Оркиду. То есть если он получит Сайланс, он не скастит ни одного своего скилла. Тот же самый Дарксир, он в любом случае свои скиллы даст, потому что у него есть Гривз, Гвардиан Гривз. У Герокоптера есть мало того, что Блэк Кингбар, у него еще и Аегис теперь. То есть с Герокоптером очень тяжело разговаривать. Эмбер Спирит, БФ, Манта, полторы тысячи хп. То есть с Му тоже очень сложно беседовать будет. Со всеми тут сложно беседовать, что Герокоптер, что Эмбер Спирит. Оба товарища очень жирные. Ну вот Антимагу. У Антимага много проблем изначально. Его что вылавливали три раза, считай, его выловили реально очень качественно. И в драке ему очень сложно будет дойти и в нее, по сути, вступить как-то. Сейчас тем более это, что его могут контрить, там БКБшки у него нет, ничего такого пока, что могло бы хоть как-то помочь. ФНГ купил очень важный артефакт, Солар Крест на Дазли, его можно будет вешать на Герокоптер или на того же самого Эмбер Спирита, и они будут мазать. То есть фистами будут мазать, тычками будут мазать это. Это важно. Но принимать драку на топе все равно будет очень тяжко. Му старается быстро продавливать линию, не позволять сопернику сплитпушить. Элидан в наглую пытается забэкдорить вышку, но используется фортификейшн. Элидан отправляется на фармливый теншентов. У него 2600 золота. В принципе, байбеки за счет байбеков команды Виртуз Про... А, у них только у Элидана байбек есть. Ну, что ж. Мана воет в Дарк Сира, у которого нет маны, и в общем-то можно будет попробовать что-то... что-то сделать. Пошла вивка от Дазла. Ньюби наседают на вышку, юзается угрно. Рэббет стоит и просто тыкает вышку. Грамп поступает, понимает, что у него есть Аегиса. Ничего здесь не сделать. Сеточка пошла на Му. У Му есть Манта. Т3 падает. Элидан в этот момент только что припортился. Возможно, сейчас будет сон от Наги. Так, Элидан прыгает на Рэббета прямо, сразу. Но это будет только Аегиса. Его еще и не убили. Элидан получает много урона в ответ для Вейт Блинкаут. Рэббет все еще жив. У нее не будет БКБшки. Потеряли Таска. Там сзади заходит еще команда. Ну, тут уже слип. Ну, поняли, что уже ничего не сделали. Они влили все. Было Соник Вейв. Было почти все, но... Потери уже есть, и, по сути, драться больше нечем. Красиво зашел Гот. Он смог убить одного из игроков вражеской команды. И вот, кстати говоря, продолжается драка. ХСЛМ был в никуда. Тут Грейв, стенка, стяжка. Элидан погибает. У Элидана есть байбек. Гот старается как-то... Элидан тоже погибает. Гот старается как-то уйти. Но толку от этого очень мало, потому что линия падает. У Рэббета очень мало хп, но Аегис еще находится у него в кармане. Поэтому это минус. Это минус, да, действительно. Квин оф Пейн погибает. У Квин оф Пейн нету. Байбека Саншенк дефует свою команду как может. Вот здесь... Последний Барак остается. На него сейчас и идет Рэббет вместе с Саншенком. Лилов прям к нему зазывает. Лезть и Лилов убивают. И Барак. Это мега-крепы. Я думаю, что это уже команда Ньюби побеждает. На этом моменте GoodGameWellPlay пишет. Капитан команды Virtus.Prom. ФНГ и мы поздравляем с победой команды Ньюби. Итоговый счет в этом Best of 2 противостояние 1-1. Хорошие игры получились. Я очень доволен этим матчем. После того, что мы посмотрели в первом противостоянии, во втором. Это как глоток свежего воздуха. Очень крутые мувы, очень красивые. Вот эти вот сейлы шарами.